Эфир телеканала «Скарт» продолжает Самарский телевизионный вестник. В студии Дмитрий Павлов. Здравствуйте! В Самаре горел Кировский рынок. Напомню, 9.30.22 января 2024 года ВДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на территории Кировского рынка. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова. Пожар номер 2. По прибытию к месту вызова установлено, что горит торговый ряд на площади 120 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлечены 68 человек и 22 единицы техники. В том числе от МЧС России 58 человек и 16 единиц техники. Площадь увеличилась до 1000 квадратных метров. В качестве дополнительных сил и средств привлечен пожарный поезд со станции Кинель. 22 января 2024 года в 9.31 поступило сообщение о пожаре по адресу город Самара, улица Железной дивизии 2В. К месту вызова были направлены силы и средства по рангу пожара номер 2. По прибытии к месту вызова было установлено, что горят торговые павильоны на общей площади 1000 квадратных метров. В связи с данными условиями ранг был повышен до пожара номер 3. На месте вызова работает 58 единиц техники, 173 человека личного состава. Сейчас в данный момент объявлена ликвидация открытого горения. Подразделения продолжают разборку конструкции и проливку. Чем осложнялась вообще работа, скажите? Ну, в первую очередь, это, конечно, отрицательные температуры. Вот. Высокая температура теплового потока. В Самаре планируют продлить улицу Советской армии. Соответствующие данные содержат о изменениях, вносимых властями города, генеральный план. Власти намерены реконструировать на участке от улицы промышленности до заводского шоссе. Протяженность реконструимого участка составит 700 метров. Работы должны завершиться к 2030 году. Буду также стоит напомнить, как мы сообщали ранее, в Самаре хотят пустить трамваи по улицам Авроры и Гагарина. В мере готовить соответствующие изменения в генеральный план города. Согласно данным, опубликованным на сайте городадминистрации, планируется запустить трамвайное сообщение по улицам Авроры и Гагарина. Возможно, по ним будут ходить новые составы, которые готовы приобрести потенциальные инвесторы и передать в собственность города. Свой профессиональный праздник готовится отметить представители инженерной службы, Росгвардии. Инженерно-технические подразделения есть в каждом из трех ОМОНов, входящих в состав управления Росгвардии по Самарской области. Их специалисты решают широкий спектр задач, как на территории нашей губернии, так и за ее пределами, находясь в служебных командировках в других субъектах Российской Федерации. Группа разминирования ОМОН выезжает на все факты обнаружения подозрительных предметов и в случае необходимости обезвреживает их. Взрывотехников Росгвардии привлекают к обследованию зданий и сооружений в случае сообщения о заминировании, в том числе и ложных. В общей сложности в минувшем году специалисты регионального управления Росгвардии на территории Самарской области и за ее пределами выполнили более 450 задач по поиску, обнаружению, идентификации и обезврежению взрывоопасных предметов. В ходе своей работы группы разминирования обнаружили 230 снарядов и минометных мин, а также 140 гранат. Отдельное направление деятельности Росгвардейских сфаперов – уничтожение вещественных доказательств по уголовным делам, в случае если они представляют опасность для жизни и здоровья граждан. После того, как решение суда вступает в законную силу, изъятые у преступников незаконно хранившие взрывчатые вещества и взрывные устройства должны быть уничтожены. Одной из задач специалистов инженерно-технических подразделений является обеспечение общественной безопасности при проведении футбольных матчев на территории Самарской области, также проведение единого дня голосования. Перед каждым матчем, проводящимся на территории Самарской области, специалистами инженерно-технических подразделений проводятся обследования стадионов полностью и издаются под охрану службы безопасности стадиона. Жительница Сызрани перечислила мошенникам 15 миллионов рублей Женщина 1994 года рождения рассказала полицейским, что и поступил телефонный звонок от неизвестного Мужчина представился работником банка с предложением инвестирования с целью дополнительного заработка Мошенник призвал вложиться в одну из предложенных им инвестиций Доверившись якобы сотруднику банка, женщина выполнила все условия, которые поставил мошенник После чего с ее счета произошло списание в размере 15 миллионов рублей Возбуждено уголовное дело Крыльев Советов проведут первый контрольный матч уже на этой неделе Стоит напомнить, футболисты и тренерский штаб Крыльев Советов начали подготовку ко второй части сезона в Турции Здесь пройдут все три запланированных сбора Первый сбор продлится до 26 января Команда работает в режиме двухразовых тренировок В рамках учебно-тренировочного сбора Самарси сыграет два контрольных матча Первый поединок запланирован на 24 января Организаторы сбора поменяли спарринг-партнеры самарцев Соперником стал клуб из Северной Македонии Гостевар, занимающий пятое место в национальном чемпионате В Самаре прошел первый фестиваль казачьей культуры кадетских классов На сцене были представлены яркие номера и выступления Корреспонденты самарского телевестника впечатлились Творческие коллективы представляют различные жанры Тут и казачий танец, и песни казаков, и многое другое Каждое выступление смотрится на одном дыхании Казаки на сцене действительно стараются Пригласили на этот фестиваль и детский перихиальный образовательный центр И коллектив «Уволские станичники» И на будущем мы тоже планируем расширение этого фестиваля Для того, чтобы радовать и поселок Зубчининовки И городской округ Самары нашими достижениями Потому что кадеты, они занимаются и танцами, и хором И им нужно показывать, что они умеют Ну, так называемые достижения, которые они изучают в школах Для того, чтобы показать всем свое искусство Яркие краски и море эмоций Каждое выступление буквально пропитано любовью к отечеству, казачеству и вере православной Провели крещенский фестиваль казачьих кадетских классов Песни и танцы Пели строевые, патриотические, руссконародные песни Поздравляли друг друга Очень хорошая атмосфера Я думаю, дети довольны, довольны родители И присутствующие на этом концерте Такой фестиваль обещает стать не только традиционным, но и расширить свои границы Ирина Игнатьева, Игорь Кузьмин, СТВ Самарскую область накроют экстремальные морозы Такой прогноз делают специалисты приволжского ГМС в регионе В ночь на вторник, 23 января Ожидается переменная облачность Без существенных осадков Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду Температура воздуха минус 24-29 Днем сохранится переменная облачность Без существенных осадков Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду Температура воздуха минус 12-17 На этом выпуск завершен Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Смотрите наши новости в телеграм-канале. На ваших экранах QR-код. Сканируйте его камерой приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи.